Это видео спонсорено Сакура Бьюти Шоп Что ж, пройдем. Так, что за место? Это Камора Бургер. Одно из самых вкусных заведений в нашем городе, между прочим. Ты очень активна в социальных сетях. Опиши себя в одном хэштеге. Грузинка с характером Сталина. Слитненько. Расскажи всем поподробнее, чем ты занимаешься. Я занимаюсь ведением своего блога, ведением других коммерческих страниц, созданием контента для этих страниц. Также я танцую, ну, до того, как был карантин. Это было бесподобно. И плюс я участвую в боях фея. Но не как файтер, а как рингел. Кем ты хотела стать в детстве? В детстве я хотела быть космонавтом. Какое у тебя хобби? Танцы, рисование, кулинария. Какой работать ты ни при каких условиях не стала бы заниматься? Я бы не стала офисным работником. Зато у тебя есть время сидеть в интернете. Отношение к работе. Дерьмо. Джиннис, дорогая. Иди ты в задницу. Какое место ты считаешь одним из самых романтичных? Самое романтичное, ну, это, наверное, Париж все-таки. Какой факт о тебе мог бы удивить твоих родителей? Ммм, моих родителей. Мне кажется, мою маму уже ничего не удивит его мне. Начиная с того, что я в 13 лет покрасила волосы в зеленый и сама себе проколола пирсинг, мама готова ко всему. Какая твоя самая вредная привычка? Самая вредная привычка? Я матерюсь. Ты сова или жаворонак? Я сова. Какую суперспособность ты бы хотела заполучить на один день? Я бы хотела уметь телепортироваться в любое место буквально за один миг. Какой супергерой кажется тебе самым привлекательным мужчиной? Гэдпул или Джокер? С у вас 27,50. А я на работе бумажник не ношу. Костюм же в обтяжку. Но могу дать краба. Окей. Какую самую большую странность вытворяет твое домашнее животное? Приносит мяч, но поймите, что это кот. А кот считает, что он собака. Какая последняя книга тебе по-настоящему понравилась? Последняя книга? У меня проблемы с тем, что я не запоминаю название книг и их авторов. Но из самого такого, что мне запомнилось, это «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Лучшее шоу всех времен и народов? Шоу Настюшки Ивлеевой. Мне оно очень нравится. Оно забавное, классное. Я его смотрю. Да. Извиняться или спрашивать разрешение? Смотря в какой ситуации, но можно и извиниться. Бесконечная любовь или деньги? Любовь, конечно, обязательно. С кем из знаменитостей ты бы поменялась местами? Ни с кем. Какой выдуманный персонаж напоминает тебе, тебя саму? Так, сейчас я подумаю. Наверное, это Хельга из «Эрнольд». Такая же безбашенная на всю голову. Ой, Эрнольд! Ой, то есть, смотри, куда идешь, несчастные непоголовые! В каких вещах ты суеверна? Я считаю, что если ты во что-то веришь, вот думаешь о негативном, негативное и происходит. Думаешь о хорошем, хорошее происходит. Поэтому я стараюсь всегда мусить позитивно. Как считаешь, кто чаще врет, мужчины или женщины? Я считаю, что одинаково. Самая дурацкая песня? «Время пострелять, между нами пальма» или «Ты пчела, я пчела, вот». Очень глупая песня. Ты пчела, я пчела, вот, а мы любим мёд, мы просто пчёлы. Что бы ты сделала в первую очередь, если бы на один день превратилась в мужика? В мужика? Блин, классный вопрос. Я бы, наверное, пошла бы в компанию своих друзей-мужиков и узнала бы всё-таки, о чём они постоянно трындят и сплетничают. Потому что я наслышана о мужских встречах. Самое странное причудо в твоей семье? А, ну, наверное, это то, что мы одновременно с утра бежим в туалет, который у нас совмещен с ванной. И у нас там примерно три с половиной квадрата. То есть резко нужно и мне, и Серёже, и коту. И это реально ужасно. Каблуки, балетки или кроссовки? Кроссовки. С каким самым смешным по отношению к себе пикаперским подкатом ты столкнулась? Ой, что-то вроде, девушка, ваш отец вор. И я такая, да нет. И он такой, а как же он украл такую звезду с неба? Ну, что-то типа такого, это было просто ужасно. Тот момент, когда говорит другой, а стыдно тебе. Что бы ты спасла первым из горящего дома? Кота. А муж не спросит, почему не его? Кот, кот. Какая случайная встреча изменила твою жизнь навсегда? Встреча с моим мужем. Ты когда-нибудь встречалась с двумя парнями одновременно? Нет, но я позволяла ухаживать за собой двум парням одновременно. Следующие вопросы надо отвечать просто да или нет. Окей. Ты бы согласилась пожертвовать одними своих пальцев, если бы взамен тебе достался бесплатный Wi-Fi повсюду, куда бы ты ни пошла? Нет. Если тебе придется работать официанткой, плюнешь ли ты в еду наглому и грубому клиенту, когда тот не будет этого видеть? Нет. Ты когда-нибудь нарушала закон? Да. Веришь в любовь с первого взгляда? Ты бы нарушила закон, чтобы спасти близкого тебе человека? Все? Есть? Есть. Так быстро? Быстро. Классно. Вообще, я бы еще хотела вопросы. Очень клево. А что это вы тут делаете? Конец. Кинот уже кончился. Кинот уже кончился.